Нест Интертейнмент Леонардо да Винчо Флоренция, Италия, 1473 год Заметьте, сверху шар белый, как снег, а внизу черный, как смоль. Обратите внимание, как свет и тень способны изменить форму объекта. Цвет – это инструмент для живописца. Вы должны уметь воспроизводить любые оттенки, которые способны видеть человеческий глаз. И какие не способен тоже. А теперь, пожалуйста, определите цвет этой мантии. Но смелее, смелее. Кто может сказать? Учитель Вероккио, простите, я опоздал. Ваше обучение начинается с восходом солнца, молодой человек. Самодисциплина важна для художника не менее кисти. Продолжай смешивать цвета. Брат, о, вы здесь. Монахи монастыря Святого Сальвия желают знать, закончена ли картина. Картина? Ах, да, картина. Прошу сюда. Боюсь, я должен вам кое-что признаться. Я попросил своего лучшего ученика, его зовут Леонардо, закончить картину за меня. Что? Это всего лишь один маленький ангелочек в углу. И все, все остальное написал я сам. Леонардо, твой ангел, лучше всего, что я когда-либо рисовал. Милан, Италия, 1498 год. Милан, Италия, 1498 год. Итак, что у нас здесь? Художник Леонардо за работой. Я знаю, монахи долго ждали, но... Два года! Два года мы обедали на улице, пока вы бездельничали в нашей столовой. Я пытаюсь нарисовать лицо апостола Иуды. До сих пор? Намалюйте что-нибудь и покончим с этим. Хорошо. Замрите. Нет, нет, не меня. Леонардо, герцог желает вас видеть. Я придумала роскошную пьесу Леонардо, и только вы сможете воплотить ее в жизнь. Я представила, как вертится планета. Вокруг сияют звезды в черном одеянии ночи, и повсюду летают ангелы. Ангелы, мадам? О, да. И много тумана. А затем... Взрыв. Взрыв? Да. Итак, сколько времени, по-вашему, у вас на это уйдет? Мадам, ваше высочество, тогда позвольте узнать, когда мне доделывать тайную вечерю и статую отца герцога? Макет статуй уже готов. О, нет, сэр. Не до конца. По приказу герцога, работа над макетом завершена. Я прикажу отлить статую из бронзы как можно скорее, но... А что касается тайной вечери, то вам осталось лишь одно лицо. Да. Я хочу, чтобы из-под земли еще поднималось что-нибудь большое. Ну, не знаю... Лошадь, например. И что-то в этом роде. Взгляните на звезды. Невероятно. Как он это делает? Не останавливайтесь. Не дай звездам погаснуть. Отлично. Запускайте ангелов. Пусть полетают. Леонардо, вы настоящий гений. Это была задумка вашей жены. Как насчет подводного мира в следующий раз? На него уйдет немного времени. Пойдем, дорогая. Больше всего герцогу понравились звезды. Как тебя зовут? Сали. Ты любишь театр, Сали? Вполне. Но я хочу быть художником. Писать картины, как вы. А что твои родители говорят об этом? А у меня нет родителей. Я сам по себе. Это много объясняет. Что? Я научу тебя рисовать. Отдай деньги и пообещай впредь не красть. В этом случае ты можешь жить со мной, и я буду тебя обучать. Слишком стар. Леонардо! Я сказал тебе оставаться дома. Здесь слишком опасно. Я хочу помочь тебе найти лицо Иуды. Тогда держись меня и не пропадешь. Давай деньги. Живо! Я... Я... Он со мной. Салли. Где ты пропадал? Почему я не сказал, что твой друг Салли? Держись меня и не пропадешь. Я победил! Иуда. Иуда. Мои эскизы у тебя? Да, уходим. А мои заметки по анатомии? Всё у меня. Бежим! Нет! Флоренция, Италия. Когда-то я каждое утро бегал по этим улицам. Мы должны были быть в мастерской до рассвета. Я слишком долго не был во Флоренции с Али. Здесь что-то произошло. Это самый превосходный мрамор, который я когда-либо видел. Я всегда хотел изготовить мраморную скульптуру. Какой замечательный материал. Интересно, кому он принадлежит? Мне? Итак, вы вернулись во Флоренцию. Я вас знаю? Я Микеланджело. О, да. Я слышал о Микеланджело. Очень много хорошего. И Леонардо знают все. Знаете, вас считают мастером своего времени. Но Флоренция изменилась, Леонардо. Да. Но все же, заметьте, сейчас мало кто изучает живопись. Вот в мое время. Ваше время прошло. Сегодня художник осознает, что вдохновение важнее опыта. А как же правило? Дисциплина. А в творчестве нет правил. Правила – враг художника. Вау. Приятно было с вами познакомиться, Микеланджело. Возможно, во Флоренции вы найдете свою счастье, Леонардо. Хотя, должен сказать, вам было бы легче в том городе, где вас ценят. Не думай о форме. Передай в точности цвет яблока. Это так скучно. Я хочу рисовать по-настоящему. Тогда ты должен выучить правила. Правила – враг художника. Салли, позволь мне рассказать тебе одну притчу, которую я написал. Давным-давно жил-был камень. Он одиноко лежал на холме в центре великолепного пейзажа. У подножья холма пролегала дорога из таких же камней, как он сам. Однажды он подумал, что я здесь делаю среди этой растительности и благоухания. Я должен лежать на дороге среди своих. И он скатился с холма. И поначалу это было весело. Но после колеса повозок и копыта подкованных лошадей постоянно нарушали его покой. Одни прохожие бросали, другие пинали его. Третьи вообще раскололи надвое. Сломленный, отчаявшийся. Он мог лишь с горечью смотреть на то место, откуда он спустился. А теперь вот что я хочу тебе сказать. Не позволяй всяким выскочкам, не признающим правила, занять твое место. Может статься, что будет нелегко вернуться назад. Добро пожаловать, Леонардо. Мы хотим, чтобы вы сделали для Флоренции то же, что вы сделали для Милана. Мы нуждаемся в искусстве. К вашим услугам, Сир. Я дам вам все, что пожелаете. Просто скажите, над чем вы будете работать в первую очередь. Ну, если бы я сумел отыскать мрамор, как на площади, я бы хотел возвести скульптуру. Если вы не против. Договорились. Леонардо, договорились. Леонардо, мне нужны деньги. Что это? Это, мой юный друг, летательный аппарат. Ты шутишь, да? Нет. Если бы у меня было время, я уверен, я бы сконструировал его. И если аппарат не заработает, один из этих точно полетит. Потрясающе. Дай мне немного денег, ладно? Вы украли мой мрамор. Что? Люди герцога забрали у меня мрамор. Они сказали, что герцог отдает его великому Леонардо. Я не просил именно ваш мрамор. Я знаю, вы что-то задумали. Произошла ошибка, Микеланджело. Я немедленно поговорю с герцогом. Я буду творить, невзирая на вас. Ты украл его мрамор? Ну что ты. Пойдем. Пора заниматься. Сейчас у меня нет на это времени. Мне нужны деньги. Ты опрометчиво ими распоряжаешься. Никаких денег до тех пор, пока ты не станешь уделять живописи больше времени. У художника должна быть сильная и страстная натура. Жгучие желания важнее технических приемов. Если вы хотите, чтобы от вашего творения исходила страсть, вам нужна жизнь, наполненная страстью. Вы должны испытать все. И хорошее, и плохое. Поэтому живите на грани. Живите на полную катушку. Это будут лучшие уроки живописи для вас. Я называю их шлюзами. Принцип их работы таков. Когда лодке надо проплыть вверх по реке, первые ворота открываются, уровень воды выравнивается, и лодка спокойно проходит во второй отсек, где повторяется то же самое. Тогда не надо будет обходить весь полуостров. Лодки будут ходить прямо по городу. Войдите. Простите, Ваше Высочество, но отдан приказ посадить в тюрьму помощника мастера Леонардо. Ты крал? А как еще я мог достать деньги? Мальчик мой, ты катишься вниз. Вспомни плечо о камне и вернись, пока не поздно. Мне нужно поговорить с тобой. Герцог попросил меня определить, куда лучше всего поставить твою скульптуру. Есть только одно место, главная площадь, где все смогут ею любоваться. Советую поставить Давида в помещение. Вам бы этого хотелось, правда? Чтобы люди навсегда забыли о моем Давиде. Напротив, я хочу, чтобы он просуществовал вечно. Но этому не бывает, если Давида не защитить от ветра, дождей и нападений солдат. Я предлагаю построить специальное сооружение для того, чтобы поместить скульптуру, и не более. Не дурачьте меня. А ну, убирайтесь отсюда. Кажется, в Милане вновь настал мир. А с другой стороны... Пожалуйста, продолжайте. Боюсь, ваша картина «Тайны вечеря» она... ну, краска потрескалась, а кое-где совсем отпала. Да не отчаивайтесь, мой друг. Я хочу, чтобы вы нарисовали еще одну картину, величайшую из всех, которых видела Флоренция. Нет. Но вы должны, Леонардо. Я уже выбрал стену и определился с тематикой. Битва при Ангаре. Величайшая победа Флоренции. Вы единственный, кто сможет это сделать, Леонардо. Естественно, я задействую всю стену без остатка, поэтому ее необходимо выровнять. Затем возведем мазки, а после... Вы? Вы пишете картину здесь? Ну, наконец-то. Это место, куда любой может прийти и решить для себя, кто из нас лучший. Уверен, ваше произведение будет, как обычно, великолепно. А я уверен, что ваше лишь испортит стену, как «Тайны вечеря». На самом деле, мне кажется, я нашел способ это предотвратить. Поднимайте и опускайте котлы до тех пор, пока стена полностью не высохнет. Начинайте. Леонардо, вы с ума сошли. Римляне использовали этот метод. Я впечатаю изображение в стену, и с Божьей помощью краска никогда не потрескается и не отпадет. Хорошо. Вниз до конца и снова вверх. Леонардо, краска стекает. Смотрите. Опустите котлы. Надеюсь, вы без меня не начинали. Леонардо. Эй, Леонардо! Тихо. У тебя нет и тысячной доли его таланта. Такие, как он, встречаются раз в тысячу лет. Я хочу вернуться в Милан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!